Здравствуйте, с вами Вероника Поливкина, и я рада приветствовать вас на канале Природа Будущего. Часто мне задают вопрос, что не так с растениями? Какие-то слабые и цвет недостаточно зеленый. Есть понятие хлороз, нехватка железа. Признаком этого являются темные прожилки на фоне почти желтого листа, а есть просто светлый цвет листвы. Чаще всего это нехватка магния. Особенно нуждаются в нем растения, которые часто стригут. Это и газоны, и хвойные, и кустарники. Как только мы добавляем в почву магний, картинка сразу меняется. Зелень становится насыщенно окрашенной, растение имеет сытый и довольный вид. Почему-то некоторые считают, что можно восполнить дефицит магния, поливая растение марганцовкой. Но это совсем другое. Марганцовка – это калиевая соль марганцовой кислоты. Созвучно только название. Для растения нужен органический магний. Более правильно называть его магний для органического земледелия, то есть натуральный магний. Это микроэлементы длительного действия. Он необходим всем растениям. Когда магния недостаточно, страдает корневая система растения. Снижается урожайность. Почему? Магний входит в состав хлоропласта. Без него невозможен фотосинтез. Растение не может усвоить солнечный свет и перерабатывать его в углевод. Именно магний улучшает транспортировку по растению основных элементов питания. Магний активизирует деятельность определенных ферментов. Если магния слишком мало, рост корней существенно угнетен и усвоение питательных веществ из почвенного раствора уменьшается. Слабая корневая система ограничивает возможность получения влаги из более глубоких слоев почвы, что приобретает особую важность в период засухи. Известна высокая чувствительность растений, имеющих недостаток магния, к воздействию солнечных лучей. В результате невостребованные в процессе фотосинтеза электроны образуют так называемые свободные радикалы, которые повреждают клеточные ткани. И чем интенсивнее солнечное излучение, тем больше повреждения. Как видим, при его дефиците у нас плохо работает и корневая система, и зеленый аппарат. И в результате недостаточно красивое цветение и плохой урожай. При получении этого элемента в достаточном количестве усиливается темно-зеленый цвет всех лиственных растений. Салатов, живых изгородей, газонов, повышается яркость цветов, предотвращается побурение хвои. Требуется он всем растениям, особенно на почвах с бедным органическим основанием. Очень отзывчивы на этот препарат огурцы и томаты. В нем особо нуждаются кустарники, которые стригут. Розы приобретают богатый насыщенный цвет. Если мы будем систематически его использовать, то сразу заметим, как хорошеют наши растения. Зеленеют листики и увеличивается яркость цветов. У растений заметно увеличится и зеленая масса, больше цветоносов и, соответственно, улучшение урожая. Увидим увеличение количества бутонных на растениях. Также повысится устойчивость растений к заморозкам и стрессам. Растения мягче будут переносить засуху, солнце, перелив, сухой воздух и поражение грибками. Вот такой отличный натуральный магний предлагает нам Organic Mix, новинка этого сезона. В чем же преимущество именно этого продукта? Отличается он от других магний своим природным происхождением. Добывают его в карьере в Германии. Вообще его месторождений на Земле очень мало. В составе натуральный природный минерал кизерит. Повышенное содержание чистого магния от 26 до 29%. В то время как химический магний, производимый при помощи соляной кислоты, содержит только 16% магния. У этого нет примесей химических элементов при производстве. И он очень экономичный. И, кстати, недорогой. Имеет отличный отклик растений. Выпускается в виде довольно крупных крупинок шариков. Вносить его можно в любое время с марта по октябрь. Один раз в год. Как вносить? Здесь возможны варианты. Можно рассыпать по поверхности с последующей заделкой рыхлением на глубину 5 см. И поливом. После внесения рекомендуется мульчировать. Можно внести в почву в виде водного раствора. Разводим нужное количество и просто поливаем. А если нужен быстрый эффект, то можно добавить и в виде корневых подкормок по листу. Сколько выносить? Под хвойные и плодовые деревья 30 г под растения. Это горсть. Для газона, живой изгороди, огородных культур и под цветы от 20 до 30 г на квадратный метр. Но учитывая, что в одной ложечке 20 г, получается, что одной мерной ложечки хватит, например, на ваш любимое, костик пиона или георгина. Если в лейке мы развели 4 мерной ложки, то поливаем из нее 4 растения. Но вот если почва тяжелая, то все же придется дозу немного увеличить. Если вы уже пользуетесь удобрениями Organic Mix, то думаю, что у ваших растений все хорошо. Но если все же с какими-то возникли проблемы и они ослаблены по каким-то причинам, то добавьте при очередной подкормке органический магний, который, кстати, очень хорошо совместит с эликсирами номер 1 от Organic Mix. Но вот я сразу заметила разницу после применения. После пересадки у меня плохо чувствовал себя клематис. Угостила его новинкой и он сразу отреагировал пышным цветением. В этом году вообще очень страдают растения от перепадов температуры, влажности. Прихожу в другие сады и вижу, как угнетенно выглядят растения. Мои живут как будто на другой планете. Ни жара, ни холод, ни частые дожди не мешают яркому цветению. Попробуйте и сами убедитесь в этом. Теперь знайте, что у вас появилась палочка-выручалочка и быстрая помощь для любых растений. И в садовой аптечке нужно это непременно иметь. Пусть ваши растения будут здоровыми и красивыми. С вами была Вероника Поливкина. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова